Всем привет, с вами Артём, это самый страшный канал, и сегодня у нас обзор на индонезийский хоррор Королева Чёрной Магии. Перед тем, как начнём, напомню, чтобы вы не забывали подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, а также ставить лайки и писать комментарии. Всем приятного просмотра. Ханиф с семьёй едет в детский дом, где он вырос, повидаться со стареньким больным директором приюта и по дороге сбивает оленя. Туда же приезжают два его друга детства с женами. Приютские дети отправились на автобусе на экскурсию, а одна из оставшихся девочек рассказывает сыну Ханифа местную легенду о хромой воспитательнице, которую улечили в использовании Чёрной Магии. Вся компания планирует остаться на ночь, но Ханифу не даёт покоя сбитый олень. Вместе с другом он отправляется на то место и обнаруживает окровавленную девочку возле дороги, а чуть дальше автобус с детьми. Но все они мертвы. Королева Чёрной Магии – типичнейший представитель индонезийского хоррора. От хитросплетений сюжета и кто кому сват, кто брат, а кто не тот, не другой, может запутаться каждый. Но это нормально и даже весело, я тебе скажу. Вообще индонезийские хорроры, конечно, отличаются от всех других довольно сильно, но за это мы, любители хоррора, их и любим. Королева Чёрной Магии довольно неплохо снят. Актёры сыграли неплохо, но я считаю, что начало фильма и вообще завязка фильма ну очень уж перезатянута. Герои здороваются, рассказывают о том, как у них дела, и всё это ну очень долго происходит. Можно было очень неплохо сократить первые 30 минут картины. Фильм получился, как я считаю, очень мерзким. У кого боязнь насекомых, сразу скажу, тут реально довольно много жести, связанной с мерзкими членистоногими. Но все эти моменты, безусловно, выглядят эффектно. Будут мерзкие сцены и не только с насекомыми, ну, не буду портить вам впечатление. Ну да, как вы уже могли бы догадаться, картина мне понравилась. И я посоветую её любителям хоррора. Конечно, она далека от идеала. Здесь очень затянутое начало и местами очень уж трэшовая концовка. Но у фильма довольно неплохой сюжет и атмосфера. Любителям индонезийских хорроров точно должно понравиться. Хотя именно чего-то фольклорного, индонезийского, хотелось бы в картине побольше. Видны веяние западных ужастиков. Хотелось бы побольше своего. Например, как в шикарном фильме ужасов «Ад женщины», например. Интересный факт, есть фильм с таким же названием «Королева черной магии». Это тоже индонезийский хоррор 1981 года. И там есть персонаж Мурни, который есть в фильме, который мы сегодня обозреваем. В титрах новые картины даже показывают кадры из этого фильма. Но сюжетно, если я все правильно понял, картины объединяет лишь персонаж девушки Мурни. И то это не один и тот же человек, а разные личности. Критики оценили индонезийскую картину очень высоко. Рейтинг на Rotten Tomatoes 90%. Моя оценка фильму – 8 из 10. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. С вами был Артем и Самый Страшный Канал. Пока-пока. С вами был Артем Ирина. Давайте. Поехали!